Всем привет, вы на канале SuperKit. SSD M.2 NVMe появляются все больше и вот мне предоставили на тест Samsung 980 M.2 NVMe емкостью 500 гигабайт. В отличие от версии 970, где были модели Evo и Pro, в серии 980 у младшей модели исчезла из названия Evo. Теперь SSD 980 это версия с ревизией 3.0, а 980 Pro это версия с ревизией 4.0. Все как обычно, коробочка с бумажечкой в комплекте. Наша задача понять возможности данного аппарата. Скорость чтения 3500 мегабайт в секунду, скорость записи 3000 мегабайт в секунду. Выполнен накопитель в форм-факторе 2280, то есть 22 мм ширина и 80 мм длина. Интерфейс подключения PCI-Express. Ревизия 3.0, у этого M.2 ключ M. На сайте также указаны эти скорости, но очень мелким шрифтом отмечено, что скорость может быть и другой, что она зависит от большого количества факторов, начиная с версии прошивки самого накопителя и заканчивая программой, в которой происходил тест. Они же на этой же странице с характеристиками отмечены также скорости 3100 и 2600 мегабайт в секунду на чтение и запись соответственно. Для лучшего рассеивания тепла контроллер покрыт никелем, а наклейка с информацией об устройстве рассеивает тепло. Память Samsung VNAN 3-bit MLC, она же TLC. Очевидно, что 3-битные ячейки в обозначении от Samsung в виде 3-bit MLC указаны для тех, кто не понимает, что означают те самые 3-бита, а поэтому не придают этому значения, обращая внимание исключительно на сокращение MLC. Контроллер Samsung Pablo, видимо, у следующей модели SSD контроллер будет с названием Escobar. Также указана инфа, что кэш есть, но не указан его объем. Потребляемую мощность, рабочие температуры, прочие скоростные параметры, вес и другие не основные характеристики можете посмотреть, поставив видео на паузу. Данный SSD останется в этой системной плате, поэтому я сразу размещу его в тот слот, который под радиатором. Ну, радиатор здесь как пластина, но мы же помним, что в описании на сайте было написано, что нам обещали негреющийся девайс. Субтитры создавал DimaTorzok Устройством, с которого буду записывать файлы на 980 Samsung, будет еще один Samsung M2 NVMe, который постоянно меняется. мелькает в моих видео. Это модель PM981. Его емкость 256 гигабайт, благо, что в данной системной плате есть три слота под M2 с интерфейсом подключения PCI-Express. Поэтому в данном тесте получится обойтись без переходников. Будет все по-современному. CrystalDiskMark по результату теста показывает, что скорости как раз соответствуют более низкому значению, которое обозначено в описании. Скорость чтения близка к 3100 Мбайт в секунду, а записи к 2500 Мбайт в секунду. Хотя так-то и проц и плата у меня получше будут, чем использовались с Samsung для теста. Попутно запускаю AID, чтобы в онлайне следить за изменением температуры. Средняя скорость чтения в HDTune около 2500 Мбайт в секунду. Смарт Виктории и тест поверхности. Если не нравится смотреть Смарт Виктории, то можно увидеть это же в CrystalDiskInfo. В программе от Samsung тест скорости близок к CrystalDiskMark. Чтение около 3100 Мбайт в секунду, а запись около 2300 Мбайт в секунду. Также сделаю тест и своего M.2 с интерфейсом подключения PCI-Express, а именно модели Samsung PM981. Скорость около 3500 Мбайт в секунду на чтение и 1600 Мбайт в секунду на запись. Главное в этой истории, что скорость чтения PM981 выше, чем скорость записи на Samsung 980. Что позволит объективно оценить объем кэша у 980 модели, а также проверить скорость записи после его заполнения. Данным уже традиционным тестом проверим его реальную скорость записи. Оба твердотельника работают в стандарте PCI-Express X4 ревизии 3.0, а Samsung 980 при этом установлен в слот M.2, который поддерживает ревизию 4.0. Но поскольку сам SSD такую ревизию не поддерживает, то несмотря на это программа и указывает ревизию 3.0. Как можно видеть, я уже подготовил тот накопитель, с которого будут считываться файлы, предварительно записав их туда. Это одинаковые копии файлов, каждый из которых весит по 9 Гбайт. Поскольку мой SSD PM981 имеет емкость в два раза ниже от тестируемого Samsung 980, то создаю сразу две папки, ведь чтобы полностью его заполнить, нужно будет совершить два цикла записи. Для этого сразу после окончания записи в первую папку нужно будет начать запись во вторую. Начало бодрое, запись происходит на скорости около 1.8 Гбайт в секунду. Однако, после записанных 68 Гбайт, во всяком случае, мой подсчет говорит о таком объеме, скорость начинает падать, так как кэш переполнен, и падает эта скорость до отметки около 200 Мбайт в секунду. Возможно, величина кэша отличается на пару-тройку Гбайт в какую-то из сторон, но я не думаю, что есть сильное отличие. Почти сразу скорость отыгрывается до около 250 Мбайт в секунду и некоторый период времени держится около этого значения, а после подбирается к отметке 300 Мбайт в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тем временем половина накопителя заполнена и сразу же запуск на запись второй половины. Тот факт, что скорость почти сразу вернулась к 300 Мбайт в секунду, говорит о том, что я запустил запись второй папки почти сразу и кэш еще не успел освободиться на какой-нибудь значимый объем, что собственно и нужно для теста. Далее до конца поверхности скорость держится около отметки 300 Мбайт в секунду. Напомню, что SSD находится под радиатором от материнской платы. С одной стороны, вы сами видели, ничего выдающегося в том радиаторе не было, просто пластинка без ребер. Но какой-то эффект это дает. Я бы так сказал, что под такой пластинкой можно смело использовать данный SSD и он не перегреется, даже если вы захотите в него записать сразу все 100% емкости. Температура держится на значении 58 градусов, что ровно посередине между температур модели PM981 с двух его датчиков, на котором находится более внушительный радиатор, как по мне. Интересно получается, если вы будете заполнять за раз до 68 Гбайт, то вы и не узнаете, что после их записи скорость упадет. Наверное, большинство людей и не будут записывать больше за один раз. С другой стороны, современные объемы в 500 Гб, 1 Тб, 2 Тб это явно те емкости, которые могут использоваться не только для добавления незначительного объема информации за один раз, а и как место для хранения. Вот у меня, например, на внешнем винчестере хранится дубликат всего, что я нажил не по сильным трудом, а периодически я с компа туда сбрасываю данные и обновляю их. Если кто-то захочет для этой цели использовать данный твердотельник, то скорость в 1,8 Гбайт в секунду на запись этот человек увидит лишь первые 68 Гбайт, что составляет лишь 13,6% от общего объема. Другой вопрос, что если сравнивать с винчестером, то даже 300 Мбайт в секунду это намного интереснее, чем возможности жесткого диска. Но самое удивительное, что несмотря на то, что на тесте была модель 500 Гбайт, а до этого на канале был тест модели обычного SSD Samsung 860 EVO, но на 1 Тбайт, но все же SATA Samsung EVO на 1 Тбайт держал скорость близкую к 450 Мбайт в секунду от начала и до конца записи. То есть формально, большей частью своей поверхности работал быстрее, чем M.2 NVMe более новой модификации. Тем не менее, сегодня кэш используется в большинстве твердотельных накопителей и после его исчерпания скорость заметно проседает. И как правило, на SATA SSD она проседает до 100 Мбайт в секунду и даже ниже. Так что 300 Мбайт в секунду на этом фоне совсем не мало, а 68 Гбайт за один раз действительно непросто преодолеть. Модели 970 EVO на обзоре у меня не было, но у модели PM981 с емкостью 256 Гбайт, с которого я исчитывал файлы в тесте, скорость записи после заполнения кэша также была на отметке 300 Мбайт в секунду. Таким образом, 980 модель новая, а скорости и ресурс такие же, как и были прежде. Для тех, кто покупает подобные SSD впервые либо под конкретную цель, это вполне отличный вариант. Однако найдутся и те, кому можно будет продать фактически то же самое, но еще раз и уже под новой вывеской. Ведь всегда есть те, которые покупают новое только ради того, чтобы все время быть на вершине. Когда-то у меня вышло видео о длительности жизни SSD, на что стоит рассчитывать по срокам работы. Тогда ячейки QLC только появлялись, а я предположил в том видео, что не только тип ячейк SLC ушел в прошлое, а и настанет тот момент, когда ячейки MLC начнут заносить в красную книгу. Так вот, это время уже стучит с ноги в дверь. Компания Samsung, которая выпустила 980 модель, задает тренд, ведь даже 980 Pro получил 3-битные ячейки. А новых моделей с 2-битными уже нет. Понятное дело, все из-за погони и за уменьшением цены. Происходит отказ от дорогих типов памяти, а 3-битные и так у Samsung допускают гарантированных 600 циклов перезаписи, что немало. Тут больше интерес к цене, ведь модели с MLC у них стоили почему-то в 2 раза дороже. Неужели настолько дешевле тип памяти TLC, что получается такая разница? Ведь цена готового твердотельника включает не только чипы памяти, а и рекламу, производство, логистику. То есть получается MLC дороже более чем в 2 раза, чем TLC. Если действительно такая разница получается, то все логично, я и сам фактически со 100% вероятностью купил бы 2 SSD EVO с 3-битным типом памяти вместо 1 SSD Pro ранних моделей с 2-битным. Когда модель Pro еще обозначала именно этот параметр. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok